Словосочетание гастрономический туризм известно абсолютно всем, но только Игорь может рассказать о том, как сделать гастрономический туризм в России действительно привлекательным. Какие технологии они используют в своей работе, Игорь расскажет нам с удовольствием. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Что такое гастрономический туризм в целом? Гастрономический туризм, следуя из названия, это такая штука, когда люди берут и ездят по стране, либо по миру, с целью, чтобы попробовать разную кухню и насладиться ею. Игорь, точнее, вот. И эта история очень развита в мире, и сейчас она заходит в Россию, и мы пытаемся способствовать тому, чтобы эта история развивалась, чтобы наши русские люди, и не только русские люди, а еще и в гости страны, ездили по России и пробовали разную кухню, еду разных производить телеместных. Вот примерно вот так. Слушайте, действительно, это очень круто. Я знаю много моих друзей, знакомых, коллег, товарищей, кто ездит в Европу, кто любит, например, американскую, армянскую, грузинскую кухню. А вот что будут, что, как вы думаете, по вашему мнению, лучше всего предложить туристу, который приезжает в Россию, попробовать обязательно? Вы знаете, вот на этот вопрос у меня у самого ответа нет, потому что вот сегодня второй день, когда выставляется гастрономическая карта России, это вот основной проект, а мы его оцифровываем, вот, и там у каждого почти региона такой набор блюд и продуктов, что это даже просто интересно звучит, это стоит попробовать, часто это вкусно. Вот, к примеру, вчера я пробовал продукт, снеки из водорослей, это у нас темская власть, вот, я даже не знал, где это, это в районе Белого моря, и это удивительная вещь, которая по вкусу не уступает тем же, там, чипсам, но при этом это здоровая еда, и все это очень интересно выглядит, масса продуктов, там само ознакомление с этим уже интересно, поэтому пробовать надо все. Так, классно. Вы упомянули в своем рассказе о том, что существует некоторая гастрономическая карта, и о том, что ее важно оцифровывать, и что вы этим занимаетесь. То есть вот чуть поподробнее об этом, если расскажете, я думаю, что нам будет полезно. Сейчас мы собираем участников гастрономической карты, кстати, можно стать также с участником, если вы представитель общепита или создаете различные продукты питания, и набираем экспертов, можно будет зарегистрироваться онлайн, в конце никеля выходит приложение «Гастрономический эксперт», вот, в нем будет рейтинг, независимый рейтинг от экспертов, то есть тех людей, которые реально будут въездить и все это дело пробовать. Вот, сейчас мы отбираем первый пул, в приложении можно будет выбрать, куда поехать, посмотреть, что там представлено, также, если вы ресторатор, вы сможете воспользоваться разными функциями по оценке заведения, там, «Тайный гость», оценка в качестве продукции и так далее, ну, это и, если вкратце. То есть ищите в WebStore и в Google Play Маркете «Гастрономическая карта России», «Мобильный эксперт» или «Кастрэксперт». То есть это приложение, которое может воспользоваться не только профессиональный, скажем так, повар или деятель ритейла, а обычный человек, то есть я открываю, качаю и смотрю, выбираю, куда мне отправиться. Да, да, да. И также вы можете отправить заявку на то, чтобы стать экспертом, экспертная комиссия вас рассмотрит, и если вы, ну, интересуетесь едой и реально готовы развиваться в этом, то почему бы их нет? Ну, то есть цель, в идеале, сделать честный, да, это сложно, но это возможно, именно общественный социальный рейтинг места. Круто. Давайте совместно с вами развивать гастрономический туризм, ну, а если вы являетесь владельцем или держателем ресторана или пункта общественного питания, то обращайтесь к нашим экспертам, они знают, как оцифровать ваш бизнес и как сделать его более привлекательным для широкой аудитории. Вам спасибо, желаем успеха и желаем, чтобы первый, второй, третий, четвертый круг набирался как можно быстрее. Жму вам руку, да, и желаю успеха в бизнесе. Спасибо. 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 Спасибо.